привет друзья с вами павел и вы находитесь на канале ппк сегодня у меня на обзоре в каком-то смысле китовый телевичок для беззеркальных кроповых камер формата dx собственно это никон 50 250 объектив частенько можно заметить составе дабл кит камере nikon z50 то есть 1650 и 50 250 по размеру этот объектив сложенном виде меньше чем 70 300 я его сравнивал уже в прошлом видео где мы говорили про резкость этих стекол и так что касается этого стекла то анонсировано она была в 2019 году собственно в том же году в ноябре поступила в продажу стоимость данного стекла на вторичном рынке стартует примерно от 22 тысяч рублей при этом что новое его можно взять чуть менее чем за 30 то есть разброс по рынку на него невысокий в отличие от того же 70 300 например полнокадровые версии на зеркальный вариант поскольку стекло относительно новое то есть всего четыре года на рынке из-за этого она еще не обесценилась тем более что альтернатив как бы на за систему у этого стекла нет то есть есть какие-то сторонние производители есть старые зеркальные варианты но они либо будут ощутимо хуже либо больше либо дороже то есть каком-то смысле это уникальное стекло за вполне вменяемую стоимость но как мы знаем не бывает чудес то есть за дешево супер крутого стекла мы получить все таки не можем оптическая схема здесь построена по принципу 1612 и здесь всего лишь один низкодисперсионный элемент факту крутых стекол у нас здесь всего лишь одно стекло то есть в этом случае у нас явно наблюдается жесткая экономия вес этого стекла составляет около 400 грамм при этом в комплекте бленды и чехла у нас не было то есть комплект ультра бомжатский также к бомжатскости данного комплекта можно отнести наличие пластикового байонета все-таки стекло большое и даже в сложенном состоянии довольно длинная в базовом и в полностью боевом на 250 миллиметрах она очень большое за счет чего у нас получается большой рычаг если мы случайно будем постоянно браться за козакой за кончик хобота то за счет веса камеры мы так или иначе будем потихонечку выламывать и надламывать байонет так как ушки у него здесь не очень толстые как я сказал они пластиковые то есть в этом плане я не знаю сколько бы это обошлось бы в масштабе производства 1 доллар 2 доллара удорожания данного стекла но все-таки лучше бы чтобы он был металлический пускай лишние 10 грамм добавились бы но это не страшно что касается ручных регулировок то здесь принципе нет никаких переключалок единственное что у нас есть это традиционно электромеханическое кольцо управление фокусом фокус здесь кстати внутренней я пробовал недавно снимать салют на это стекло и как показала практика во первых в полной темноте то есть ночью камера за 50 вообще не смогла сфокусироваться от слова совсем пришлось фокусироваться вручную но вручную тоже есть проблема так как здесь нету hard stop а то есть на бесконечность я вроде как по дисплею вывел сделал кадр но небо у меня мыльная в общем это небольшой нюансик в этом плане когда у нас нет hard stop а и нормальной ручной фокусировки а вот это дешевая электромеханическая честно говоря никогда не любил электромеханические кольца управления фокусировкой диаметр передней линзы 62 миллиметра то есть линзы на эти объективы недорогие но я не любитель использовать по крайней мере увы фильтры на камере z50 этот сетап смотрится вот так вот он довольно легкий удобный то есть килограммовый сетапчик с очень хорошими фокусными фокусные у нас 50 250 соответственно у нас разлет получается 200 миллиметров то есть это что-то среднее между зеркальным 55 200 и 70 300 у которого получается 230 миллиметров разлет по фокусным то есть здесь разлет по фокусным немного меньше при этом у нас есть условный широкий угол в лице 50 миллиметров и на дальнем конце у нас 250 они 200 по соотношению фокусных широкого и дальнего угла так сказать у нас этот объектив очень хороший универсален и опять такие сравнивая с качеством 70 300 я все-таки склоняюсь к тому что он будет резче и лучше на дальнем конце стабилизатор здесь есть опять-таки переключение его нет механического только электронные в тушке гарантируют до пяти стопов экспозиции что довольно неплохо то есть если брать правила выдержки то 250 миллиметров это условно 1 400 и если идти по 5 стопами то это 1 200 1 100 1 50 1 25 1 12 то есть в теории он должен на 1 12 делать снимок без смаза опять-таки при нормальной стабильной позе они при прыгании с объективом и камерой что касается стаба то есть не очень приятная особенность которая скорее влияет на чувство раздраженности или чувство перфекциониста это то что в отличие от других например зеркальных стекол при выключенном стабе выключены тушки у нас стекла болтаются как какой-то хлам в мешке и это не очень приятно опять-таки не знаю насколько это влияет на живучесть данного аппарата то есть опять-таки повторюсь в обзоре на g80 я упоминал что в инструкции было написано что нежелательно выключенную камеру без работающего стаба трясти дергать и тому подобное типа стаб может выйти из строя здесь получается что также линзы болтаются в общем если кто знает отпишитесь в комментариях по этому поводу но момент действительно неприятный объектив и так в плане цены звезд с неба не хватает в плане качества сборки а тут еще такой маленький нюансик что касается его складываемости не могу сказать что это удобное и крутое решение то есть вот так вот да он смотрится классно мне нравится но каждый раз его надо с щелчком вытыкать чтобы он вообще стал работать и опять такие вот я недавно выгуливал это стекло с велосипедом вместе и беру вот такую вот сумку с собой так вот чтобы например стекло не царапалось у дно я одеваю бленду но в сложенном виде с блендой он не влазит соответственно приходится складывать его и опять таки теряется оперативность то есть вся прелесть 70 300 например с зеркальным вариантом было в том что я достал увидел сюжет остановился достал сфоткал поехал дальше то есть надо сейчас фоткать а не ждать пока ты пока ты все это развернешь откроешь и тому подобное собственно поэтому я и крышку во время покатушек не таскаю и использую бленду из этого приходится его складывать раскладывать а поскольку как я сказал объектив собран не так классно как хотелось бы то не думаю что вот эти вот щелчки способны прожить долго то есть в любом случае какой-то пластик или то что там внутри есть они мало рано или поздно сотрутся и будут легко выскальзывать например у меня подобное было на олимпусе на 2450 который брал бушным тоже уже есть похожие намеки на то что складываемость уже не такая четкая как вот у этого около нуля чего объектива диафрагма здесь 7 лепестковая и минимальное значение от 22 до 32 в зависимости от того какое фокусная выбрана mdf у данного стекла составляет полметра что хорошо но здесь есть маленькая звездочка полметра на 50 миллиметрах то есть это получается грубо говоря соотношение mdf равно фокус нам а по числам и это не самое лучшее фокус на это не самое лучшее соотношение лучше когда это значение меньше то есть когда mdf меньше фокусного а вот на 250 миллиметрах у нас уже идет mdf один метр при этом максимальное увеличение по моему 0 25 x то есть опять-таки макро этот объектив снимать не может хотя метр для 250 я считаю неплохой mdf то есть хотя бы она комфортная и удобная если мы говорим не про макро а просто про съемку непосредственно на данное стекло бленды в комплекте поставки не было покупал ее в китае соответственно в боевом режиме она еще хоть как то держится а вот в походном она традиционно как и оригинальные стекла с оригинальными блендами не очень хорошо держится то есть здесь прям буквально случайно и легкое зацепление объектива и бленда слетает что касается картинки данного стекла то как я сказал она очень техничная резкая тут как говорится ничего нового полностью отрабатывает литеру из z в своем названии и если вам нужно именно такое стекло то я не думаю что вы можете найти что-то лучшее за плюс-минус похожие деньги подобными размерами и весом в 400 грамм но что касается художественности то во первых как мне кажется она немножечко синит съедает полу тона я уже говорил об этом в других своих видео то есть она перешарплены и перри контращеная то есть что касается именно контрастности до контраст есть хороший но он как будто бы даже пожирает полу тона как будто бы он программно через себя пропускает картинку добавляет контраст и потом только посылает его на матрицу которая тоже в свою очередь уже обрабатывает по-своему это я вам говорю о своих субъективных впечатлениях по сравнению например с другими более породистыми стеклами тоже касается бакешки и заднего плана так сказать то здесь тоже ничего интересного особо нет во первых 7 лепестков во вторых никон точно не стали бы заморачиваться раз они так сэкономили что поставили сюда пластиковый байонет и всего одно специальное стекло низкодисперсионная то есть объектив строго для любителей для тех кто не придирается картинки художественной части то есть как я сказал сугубо техничная в этом плане проблему этого стекла нет стабилизатора я прям не тестировал на 5 стопов но даже при одной сотой у меня бывали смазы поэтому я обычно ставлю либо 250 выдержку либо 320 и составом тогда у меня большая часть снимков в резкости при том я не стараюсь следить чтобы я плотно зафиксировался и не дышал и не двигался то есть я достал хлоп снял вот именно в таком режиме при таких настройках у меня грубо говоря 90 плюс процентов получается резких снимков если же выдержку удлинить то при моих вот этих вот резких скидках так сказать съемки от бедра получаются некоторые смазы при прогулочном варианте ставлю одну 200 одну 250 тогда при более-менее медленном поднятии фотографирование у нас получается хорошие качественные снимки пробовал снимать видео с рук в принципе тоже получается то есть если мы стоим особо не дергаемся то у нас приятное покачивание так сказать дыхание камеры есть при включенном стабилизаторе но само собой конечно даст и дикама ему далеко и так подводя итог скажу что все-таки стекло стоит своих денег я заменил его на 70 300 хоть и по размеру этот в боевом режиме это стекло в боевом режиме даже больше но все-таки во-первых мне не нужен теперь переходник ну и в то же время по фокусным все-таки 55 250 50 250 будет универсальней чем 70 300 так как каких-то случаях я могу захватить больше и так сказать уловить больше сюжетов с этим стеклом а как я сказал качество данного стекла позволяет кропнуть изображение до условных 300 миллиметров при этом по четкости по резкости мы не потеряем сравнение 70 300 fp стекло это не так часто выгуливалась но в отличие от 70 300 пыли она еще не нахватала то есть хотя бы в этом плане собрано она получше чем 70 300 так как 70 300 я сказал было у меня несколько экземпляров все новые и все почему-то очень любили сосать пыль то есть они ее наглатывали прям я не знаю как со страшной силой при том что у меня всегда объективы хранятся в кофре когда они так сказать не работают то есть исключительно только на съемках насасывал он пыли при том что периодически я чищу и матрицу и заднюю линзу объектива от пыли продуваю грушей в общем у такой обзор друзья тем кто досмотрел до конца как всегда здоровья вам и вашим близким всем удачи и пока